Алексей Козлов представляет В возрасте 18 лет Джин покидает Чикаго и отправляется на гастроли в оркестре трубача Кинга Колокса. В 1944 году он начинает работать в оркестре Билли Экстайна, где в свое время играли такие музыканты, как трубач Дизи Гелеспи, саксофонист Декстер Гордон, барабанщик Арт Блейки. Через некоторое время Джин Эммонс становится ведущим солистом в этом оркестре, а в 1947 году он уходит из оркестра Билли Экстайна и создает квинтет, с которым записывает свой первый альбом. В 1949 году Эммонс присоединяется к оркестру Вуди Германа и работает там в течение одного года. В 50-е годы он записывает ряд альбомов с такими музыкантами, как Джон Калтрейн, Дональд Бёрд, Джеки Маклин, Артфармер, Дюк Джордан и некоторыми другими. Но в 1958 году он попадает на два года в тюрьму за хранение наркотиков. После освобождения в 1960 году Джин пытается вернуться к джазовой практике, но сталкивается с рядом проблем. И в 1962 году он снова оказывается за решеткой, в этот раз на 15 лет, будучи обвиненным уже в торговле наркотиками. В 1969 его досрочно выпускают на свободу. Пока Джин Эммонс находился в заключении, фирма Prestige Records продолжала выпускать его альбомы, записанные в 50-е и в начале 60-х годов. Так что его поклонники постоянно помнят о нем. Через несколько недель после освобождения из тюрьмы Джин Эммонс возвращается на сцену. Он продолжает выпускать новые альбомы в течение нескольких следующих лет, сотрудничая со старыми друзьями с Декстером Гордоном и Сони Ститом. Джин Эммонс скончался 6 августа 1974 года в Чикаго в возрасте 49 лет. Джин Эммонс повлиял на творчество многих музыкантов. Он был одним из создателей Чикагской школы игры на тенор-саксофоне, подняв этот инструмент на более высокий уровень выразительности. А теперь давайте ознакомимся с творчеством этого саксофониста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА